Поболовская средняя школа Рогачевского района В этом году в Поболовской школе 12 первоклассников к новому этапу в своей жизни готовились. И специальные занятия в детском саду посещали, и на школьной ярмарке вместе с родителями ездили в Рогачев. Ждал, стихотворение учил, ждал, покуда в первый класс пойдет. Каждый день ложился спать, завтра в садик, завтра в садик. Я говорю, нет, в школу в первый класс пойдешь. Напротив первоклассников на торжественной линейке будущие выпускники школы. Впереди у них еще год учебы, большие радости и маленькие разочарования. Однако взрослая жизнь уже совсем близко. Тем большая благодарность учителям за полученные знания и опыт. Кристина Михаленко первые 9 классов закончила в городе, а сейчас учится в сельской школе. В малочисленном классе к доске, конечно, приходится выходить чаще. Однако, если разобраться, это только в плюс. Ты учился в большом классе, то есть тебя там вызовут раз в месяц или, может, пару раз. Ты сидишь спокойно, то есть можешь не готовиться. А тут есть стремление к тому, что ты будешь готовить предмет. То есть, а вдруг меня сегодня вызовут? Волнение тоже самое. А вдруг меня вызовут? Не хочется плохую оценку получить? Значит, надо вот взять и подготовить предмет. Даже если тебя не вызовут, ты будешь сидеть. Могут вызвать каждый урок, то есть вне зависимости. Вот ты должен был подготовиться. Тема преимуществ обучения в сельских и городских школах далеко не нова, но по-прежнему актуальна. Единого мнения нет до сих пор и вряд ли оно когда-нибудь появится. Однако, если посмотреть на ситуацию объективно, по крайней мере, с точки зрения людей, явно компетентных, все не так уж драматично. Кстати, в этом году в вузы поступила половина поболовских выпускников. Такой достаточно спорный вопрос насчет того, где тут образование лучше, хуже. Я могу вам сказать, как бы немножко привести, наверное, свою точку зрения, что как раз, может быть, в такой сельской школе есть возможность более индивидуального подхода к детям. Все-таки детей меньше, и педагогу есть возможность с каждым, скажем так, больше времени с ними позаниматься. Поэтому, мне кажется, качество образования, прежде всего, зависит от профессионализма наших учителей и, скажем так, и от желания ребят учиться. Первый урок в третьем классе поболовской средней школы на обычный не похож совсем. Во всяком случае, задания в этот день не задают, хоть и просят повторить немного подзабытое за лето. Малышам на месте явно не сидится. Однако все понимают, каникулы закончились. Необходимо вновь раскрывать учебники. Завтра у нас, вы видите, по расписанию математика. Значит, повторите, пожалуйста, таблицу умножения на два, на три, на четыре. Если вспомните, можете больше, до конца все повторить. Хорошо? Для поболовской средней школы этот день знаний – еще и день подарков. Компьютерный класс от Совета Министров. Сегодня Беларусь стремится стать IT-страной, а поэтому ученики любой школы должны иметь доступ к современным технологиям. Спортивный инвентарь и оборудование для столовой от облсполкома. С ее работой гости ознакомятся сразу же после окончания линейки и останутся довольны увиденным. Конечно, только экскурсии дело не ограничилось. Разговор о снабжении школ свежей сельскохозяйственной продукцией и качестве блюд. И завершающий аккорд праздника – встреча с выпускниками. Речь о ситуации в стране и перспективах получения профессии и карьерного роста для молодых людей. Одиннадцатиклассники на пороге нового этапа жизни. Сейчас они думают исключительно о будущем, но через какое-то время обязательно придут в школу снова. Годы детства и юности, дорогие сердцу люди, не забываются никогда. На самом деле День знаний – это праздник. Я вспоминаю свой первый класс, свой выпускной класс. Вот это волнение разное. Разное первое, когда ты идешь в школу. Волнение, когда ты в школу заканчиваешь и идешь во взрослую жизнь. Я хочу сказать, по прошествии стольких лет, я абсолютно уверен, что школьные годы – это, наверное, лучшие годы в жизни каждого человека. Поэтому, наверное, их… К сожалению, когда мы учимся в школе, иногда этого не ценим. А это осознание приходит только после того, как закончишь школу, но, к сожалению, этих лет уже не вернуть. У студентов-первокурсников Гомельского государственного медицинского университета 11 ступеней школьной жизни. Централизованное тестирование и зачисление в ВУЗ уже остались позади. Теперь волноваться кажется не о чем. Однако к первому дню студенческой жизни это не относится. Торжественность момента обязывает. Это всегда была моей мечтой – стать врачом. Я думаю, что ГОМГМУ – это отличная возможность проявить себя и завести новых друзей. Стать хорошим врачом, конечно же. Я рассматриваю или УЗИСТ, или расшифровка кардиограмм – два направления. Учиться побеждать. Посвященный Дню Знаний праздник прошел и в Гомельском училище Олимпийского резерва. На торжественной линейке потенциальные чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр. А воспитывать медалистов здесь умеют практически каждый из учащихся – призер престижных стартов. За прошедшее лето в училище значительно укрепили материально-техническую базу. Теперь тренировочный процесс станет еще более эффективным. Закупили инвентарь, оборудование, поэтому все готово к тому, чтобы начать учебный год, ну и продолжать его успешно. Конечно, год будет очень тяжелый, он напряженный. В 2020 году будут Олимпийские игры, а выпускники нашего училища, они будут представлять интересы нашей страны. Поэтому мы все в волнении, в ожидании. Олег Сентирова, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели.